итак сейчас хочу показать как вообще настроил стрим вот сперва да перед тем как стримить то есть мы скачали bs но ссылку я оставлю видео мы скачали bs входим в вещание вот тут выбираем сервис twitch у меня уже выбрана сервер автоматический и сюда просто аккаунт твича подсоединяется то есть выйти из аккаунта мне написано но на самом деле просто должно быть такое поле куда-то данные своего twitch аккаунта водишь и он сам подсоединяется то есть раньше как то по-другому я по моему делал несколько лет назад но сейчас типа просто вводишь свои данные отвечаю сам конекте c то есть оба с подсоединили теперь дальше это стримов я использую стрим лапс так я становился на стрим лапс то что я использую сайт стрим лапс так ну следующее что мы сделаем это например оповещение о фолловерах для этого мы используем alert box и вот тут прям все оповещения то есть follow subscriptions donations так далее например follows ну сразу скажу тут можно картинку свою настроить надпись определенную это фиг снимаю это личное дело каждого теперь самое главное что нужно знать как именно в bs встраивается вот тут будет копия то есть это ссылка на этот виджет нажимаем копия а ну давайте я нажму копия и вот тут мы добавляем браузер браузер там окей тоже можно назвать как хотите и вот сюда эту ссылку окей все вот теперь когда будет идти стрим вот тут вот можно по-разному так изменять тут будет отображаться фолловеры то есть прям с картинкой со встроенной с надписью пока что это просто как красная рамка у нас ну все то есть то есть проблем нет просто это когда-то давно делал для меня это в принципе ну интуитивно понятно теперь дальше что я сделал после того как фолловер гол можно ой после оповещения можно фолловер голос сделать я не знаю точно но и через поиск найду вот фолловер гол ну название например у меня стоит фолловер гол на 50 человек потому что когда у меня 50 фолловеров на твиче будет я смогу ставить статус вип раздавать указываете сколько у вас текущая но у меня два всего фолловера и сколько в какой срок мы это проводим у меня там я до следующего года вроде указал и тут то же самое копия опять же ссылку опять браузер можете там назвать как хотите опять ссылку так то есть вот вот это у нас будет а ну вот он отображается гол вот ну можно его куда-то вот так то есть как удобно так все сделали гол ну то есть по этому примеру что угодно можете настраивать как я сейчас показал точно так же настраивается субскрипшн донейшн просто я этого еще не подключал а это я тест нажал вот то есть точно так же субскрипшн донейшнс он есть дефолтные но вы можете изменять там со звуком с каким хотите с картинкой то есть опять же URL просто копируете так я показал оповещение я показал гол что еще может понадобиться ну например я могу показать как картинку вставить это просто изображение изображение даете ссылку картинке так у меня есть какие-нибудь картинки я вот не уверена хотя нет у меня какие то есть сейчас посмотрим так ну вот у меня значок Skyrim есть ну вот Габер Симпсон есть а ну вот например оп и все и у вас то есть рамка то есть все на самом деле интуитивно понятно просто по надписям хотите вставить изображение жмете изображение то есть ну все понятно все поставили вот например вам что-то прикрыть надо на стриме все вы можете картинкой прикрыть а вот как бегущую строку сделать давайте делаем бегущую строку сейчас я вспомню это вот текст ГДИ сюда пишите текст ну например там подписка лайк шрифт как хотите можете 256 стоит это большой ну 24 мне кажется нормально выбираете шрифт там все курсив какой хотите эффекты всякие есть перечеркнуто зачеркнуто и жмем окей ну это будет просто надпись как сделать именно чтобы бегущая строка была так так сейчас я вам покажу то есть видите это вот это просто надпись под риска лайк окей сейчас я покажу как бегущую строку из этого сделать щелкать щелкайте правой кнопкой мыши фильтры плюс и вот тут что вы хотите ну прокрутка например окей прокрутка и ставите скорость видите будет вот так вот вот можно еще сверху вниз сделать то есть видите вот так будет можно взад вперед можно помедленнее побыстрее можно вверх вниз ну то есть вот так вот можно видите можно то есть влево вправо вверх вниз то есть тоже изменяется как хотите окей все закрыть так то есть что я сделал бегущая строка изображения донейшин гол оповещения так что вам еще показать ссылки я под видео оставлю на самом деле как можно еще отдельные игры просто я сейчас не могу вам показать но можно вот у меня линейдж 2 EFT PO EO Diablo 2 то есть можно отдельно делать но это очень легко просто сложновато показать давайте я в источниках покажу вот захват игры например у меня просто игры не открыты никакие вы когда нажмете на захват игры так видно меня да когда нажмете на захват игры вот тут будет захват отдельного окна и название игр то есть вы прям игру указываете она будет отображаться просто у меня сейчас игры не открыты никакие только лаунчер фу гейма ну вот а так по факту у вас все будет отображаться ну это на самом деле не в источниках а в сценах делается вот то же самое только в сценах на самом деле тут многие функции они понятные то есть даже вот по названиям по словам тут интуитивно можно догадаться использую я стримлапс то есть ну есть какие-то другие ресурсы я не знаю я вот использую стримлапс очень удобно так что еще донаты как настроить ну донаты я не настраивал то есть я сейчас просто на фолловеров как бы стримлю хочу побольше фолловеров набрать донаты я никакие не настраивал ссылки все оставлю в описании к видео подписывайтесь на ютуб подписывайтесь на твич ссылки все оставлю в описании в комментариях к видео напишите если что-то еще там рассказать что-то еще объяснить расскажу объясню как то так так что